Друзья, всем привет! Здравствуйте! В прошлый раз мы записали для вас видео, какие у нас были самые неожиданные впечатления о Канаде в момент, когда мы только-только приземлились. Почему мы решили тогда записать этот материал? Потому что, вы знаете, когда вы живете много лет в стране, а мы уже живем почти 23 года в Канаде, представления ваши меняются. Вторая причина, то есть мы хотим просто показать вам, как наши первоначальные впечатления были потом изменены. Или трансформировались, или они остались теми же самыми. Да. Вторая причина, может быть, наши впечатления, которые мы сейчас с вами поделимся, может быть, они помогут людям, которые только приезжают в страну, и им какие-то вещи будут проще и легче, наверное, понять. Или вы, может быть, ощущали то же самое, и увидели то же самое, что увидели мы. Поэтому это здорово, если у нас примерно одни и те же взгляды. Или не совпадают, тогда напишите в секции комментария внизу, что вы на этот счет думаете. Итак, пункт номер один. Первое, что меня удивило, когда я приехал в Канаду, и когда я включил телевизор, я увидел такую вещь, как рестлинг. Те, кто не в Канаде, наверное, тоже уже знают о том, что это такие, знаете, здоровенные дядьки, вот с такой мышцой выходят, они хватают друг друга, шмякают об этот подиум со всей силы. И когда я смотрел на это, мне изначально казалось, что это очень какое-то странное зрелище. То есть я привык о том, что есть бокс, например, или есть борьба. Когда выходят два противника, которые пытаются между собой соревноваться, и ты не знаешь, что будет происходить дальше, и никто этого не знает, они сами этого не знают, то ставятся какие-то огромные ставки, миллионы. Телевидение ждет, когда начнется трансляция, потому что это вот здесь и сейчас. Поэтому, когда я увидел вот это вот шоу, мне как-то... И там много так народу, и вообще все так волнуются, болеют, кричат. Да, причем вот люди как-то балдеют, они такие очень энергетически заряженные. И мне казалось это странно, потому что я видел, что это явные спортсмены, которые, ну, по каждому движению видно, что это какое-то искусственное действие. То есть они просто стараются друг друга бросить так, чтобы при этом не нанести друг другу травму. И я не очень понимал, почему люди в таком ажиотаже находятся, и чего они ждут. Это как бы, в общем-то, изначально запрограммированное действие. Так вот. Теперь, что произошло за последние 20 лет в моем сознании? Трансформировалось. Трансформировалось. Да, и мне интересно ваше мнение тоже. Что трансформировалось в моей голове, это то, что со временем я начал понимать, что это шоу, это представление, это примерно как вы идете в театр в Москве смотреть спектакль «Дяди Ваня». Вы заранее, изначально знаете, что там будет происходить, но тем не менее вы сидите и переживаете, следя за игрой актеров. Да, события. А я, кстати говоря, про телевизор, раз ты уж упомянул. Я обратила внимание, что здесь по телевизору, по большому счету, несмотря на то, что очень много каналов, а смотреть как-то вот я не нахожу для себя что-то интересное посмотреть. Наверное, от того, что там я любила смотреть концерты, которые были посвящены любым праздникам. И там знаменитые артисты выступали, и какие-то новые, и какую-то зарубежную эстраду нам показывали. Не знаю, с чем здесь связано, но здесь как-то концертов совершенно нет по телевизору. И кроме новостей, кроме, так сказать, погоды, интерактивного этого CP24, который мы смотрим, и спортивных каких-то соревнований, как хоккей, баскетбол и так далее, больше, в общем-то, посмотреть нечего. Я немножко для себя по-другому это вижу. Мне кажется, все эти концерты есть. Другое дело, что здесь есть такое понятие, как авторские права. Никто никого просто так показывать не будет, и ничьё выступление просто так без спроса вы показывать не можете. Это всё стоит денежек, это всё, за всё надо заплатить. Скорее всего, в моём понимании причины в этом. Так что, если есть какие-то платные каналы, вы, пожалуйста, можете посмотреть там любой концерт, но, опять же, надо заплатить денежки. Ребята, второй пункт, то, что меня поразило в Канаде, это здесь нет бездомных кошечек и собачек. И все собачки, например, с хозяином гуляют на поводке. Если вдруг собачка где-то без поводка бежит, вас могут оштрафовать хозяина. Где-то, мне кажется, штраф довольно приличный. Но, кстати говоря, собачкам тоже есть место, где побегать. Это в специальных парках отводятся площадки, загораживаются. И там такой вольер большой-большой, где собачки с друг другом играют, бегают. Хозяин тоже смотрит за этим все, чтобы они не погрызли друг друга. Но обычно здесь очень все меру любви проходит. А также с кошечками, кстати говоря, здесь не плодятся кошечки на улице. И если вдруг какая-то мамочка понесла, так сказать, и у нее большой приплод, вот это кто-то увидел, то Human Society, это специальная организация, которая забирает всех бездомных животных. Вот они их там вакцинируют. Вакцинация тоже. Они их там прививают, короче, чистят, обрабатывают. Вот, все делают и как бы пристраивают хорошие руки добрым людям. Те, которые приходят туда свободно с улицы. Вот, и им, если понравилась какая-то кошечка или собачка, им отдают это за какие-то очень небольшие деньги. Вот, и плюс еще, кстати говоря, наша дочка в этом практикуется тоже. Она уже второго себя кота берет оттуда. Вот, и, кстати говоря, если совсем маленький котеночек вы забираете его, то вот эта организация, она как бы оплачивает потом, когда вы делаете котику обрезание, это все оплачивается, входит в расходы. Ну, короче, когда ему удаляют там все, что положено, чтобы у него не было потом потомства, вот это входит в расходы, и организация вот этого Human Society, она оплачивает. Да. Что ты хочешь, да? Я внимательно слушал то, что Наташа говорит. На самом деле, пока она говорила, я вспоминал о том, что это абсолютно, абсолютно не в упрек. Но когда я был, ну, я не помню, лет 10, наверное, тому назад в России, то я помню, что когда мы поехали в Москве, нет, конечно, не особенно я видел это, но если вы отъезжаете где-то 100-200 километров от Москвы, то вы увидите там в деревнях, в небольших городах, в общем-то, довольно много каких-то бездомных собачек бегает, кошечек. А особенно собак бездомных, Сережа? Да. И другой раз мне показалось, что если так вот ночью где-то окажешься один, то, может быть, это даже и небезопасно, потому что, в общем-то, они дворняги безобидные на вид, ну, когда их много, не знаю, с чем это закончится. Ну, а самое главное, это распространение, в общем-то, наверное, и заразы, и болезней каких-то. Ну, и самое главное, что это бесконтрольная рождаемость, в общем-то, да? Ну, да. Ну, и на самом деле могут укусить, наверное, серьезно, если животное голодное. Да, если оно голодное, да. Второй момент, я помню, пока я Наташу слушал, мы когда были в Израиле, мы не видели там собак, но в каком-то месте мы остановились в Тел-Авиве, и это, мы видели, вот там, наверное, штук 15, наверное, кошек в одном месте. В одном, ну, да, да, да. То ли они были домашние, то ли они были бездомные, бесхозные какие-то, не знаю. Трудно сказать, но вот такая вот вещь. Есть такая непопулярная вещь, о которой, наверное, стоит тоже упомянуть. Я думаю, что мы с вами в курсе о том, что в определенных странах по-прежнему существует такая вещь, как уничтожение котят и щенков, когда они появляются бесконтрольно, люди пытаются от них как-то избавляться в деревнях, там и топят, и там куда-то их в мешки там и сажают и так далее. И, в принципе, там иногда у нас как-то это воспринималось, ну, а что делать, ну, а что делать, ну, куда их девать, вот надо как-то от них избавляться. И вроде люди как-то с каким-то пониманием к этому относились. В Канаде это преступление, это серьезная вещь. Если кто-то узнает об этом, наверное, вам грозят неприятности, серьезные. Ну, и потом, Сереж, действительно, не проще ли один раз сделать котику, так сказать, операцию профессионально, чтобы потом, ну, кот живет, наверное, 15-20 лет, или кошечка, да. Ну, какому котику, если котик живет на улице, какую операцию ему будешь делать? Не, ну, у него, если хозяин есть, так, значит... Не, ну, мы говорим про бесхозных, бездомных, уличных кошек и собак, какие там операции. Окей, ребятки, пункт номер три. Когда мы приехали в Канаду, мы увидели здесь, ну, Наташа говорит, много-немного, ну, скажем так, немало бездомных людей. И, кстати говоря, многие люди писали это в комментариях, тоже указывали на то, что когда они приехали в Канаду, они считали, что это высокоразвитая страна. И, по идее, казалось бы, бездомных людей много не должно было быть. Вот у меня, собственно говоря, было тоже такое в начале ощущение, что почему нельзя вот их как-то там убрать, собрать. То есть, ну, считается, что, наверное, они как-то город все-таки не украшают, да? Как ты считаешь? Ну, конечно, не украшают, Сережа. Плюс они за собой несут, в общем-то, определенную грязь и мусор, да? Обычно они используют эти тележки из-под магазина, куда складывается все свое хламье и с этим всем двигаются. Но тем не менее, я думаю, что эти люди, которые, наверное, имеют определенные какие-то отклонения, конечно, наверное, психические, что они такой стиль жизни выбрали. Но, с другой стороны, это же люди, им надо с ними считаться, потому что именно они предпочитают так жить. Да, я думаю, что правительство, наверное, делает все возможное и невозможное, чтобы этих людей как-то поселить в дома для малоимущих, дать им какую-то вот, ночлежку какую-то дать. В Торонто их очень много. Ну, и в других городах тоже много, кстати говоря, для малоимущих именно квартир, где государство субсидирует жилье. Но, тем не менее, они выбирают этот стиль жизни сами. И, конечно, в это дело вмешиваться полиции, наверное, никак нельзя. Если человек не буянит, если он себя нормально, адекватно ведет на улице. Вот, и в Торонто, кстати говоря, конечно, зимой холодно. И городские службы им специально развозят теплое одеяло там и какую-то горячую даже еду среди зимы. Вот, потому что, ну, боятся, что могут люди замерзнуть, хотя они лежат, как правило, на вот этих решетках, с которых идет пар теплый. Да? Да, но один из доводов заключался в том, что это высокоразвитая страна, и поэтому почему бы их не убрать? Но убрать как? Каким образом? Дать им всем по автомобилю Форду, поддать им по тысяче долларов? Каким образом вы собираетесь убрать этих людей? Это, во-первых. А во-вторых, мне кажется, что, вот, мы говорили о том, что как преломлялись наши взгляды в течение последних 20 лет, когда люди говорят, что это высокоразвитая страна, она, собственно говоря, именно и потому и высокоразвитая, и демократическая страна, что она позволяет человеку делать то, что он считает нужным. Если ты не нарушаешь закон, если ты никому не пристаешь, если ты не агрессивен, ну, значит, живи как умеешь. Вот, собственно говоря, и все. Вы знаете, мы с Наташей уже настолько люди немолодые, скажем так, да, что я, например, хорошо помню времена, когда в 1980 году, дорогие мои, я работал на Олимпиаде в Москве. И те, кто помнит разницу между демократической и не очень демократической страной и социалистической страной, то те, наверное, хорошо помнят, кто помнит те времена о том, что в то время просто взяли всех этих вот бомжей, как оно называлось, или пьяниц, алкоголиков, бездомных. Всех собрали в кузовок и отвезли за так называемый 101-й километр. Идея заключалась в том, что когда приедут иностранные гости на Олимпиаду в Москве, мы должны были, Советский Союз, показать о том, что у нас никаких бездомных нет, у нас все трудоустроены, у всех есть работа, все замечательно живут, и показывать этого было нельзя и не нужно. Поэтому их просто собрали, увезли. Когда закончилась Олимпиада, как вы догадываетесь, закончилась эта простая вещь, все эти ребята вернулись на круги своя. Вот, собственно говоря, и вся история. Слава богу, в Канаде никто не будет никого насильно куда-то отвозить. Ну, живи, как умеешь. Вот такая история. Следующий момент, что мы здесь встретили в Канаде, и, в общем, были немножко удивлены, что стоят красивые, роскошные билдинги. И у них билдинги, это понятно, кто знает английский язык, это здание обычное, квартирное. И у них нет 13-го этажа. Но самое интересное, что мы вчера, Сережа, были еще в одном билдинге, и там даже нет 14-го этажа. И там 4-го, и 24-го нет этажа. То есть, понятно, что как бы он есть, но нумерация в лифте идет 11-й, 12-й, потом 15-й. В общем, полное безобразие. И с чем это связано, безобразие, отвечая риэлтор? Как риэлтор отвечаю. Очень простая вещь. Что меня, кстати говоря, удивило тоже, не скрою, когда я приехал в Канаду. Очень простая вещь. Поскольку строители продают здания, квартиры, им важно, чтобы человек пришел, и чтобы его ничего не смущало, не останавливало его желание купить. Делается это очень просто. Я прихожу и говорю, что-то, знаете, 13-й этаж, что-то мне как-то не нравится. Хорошо, не будет 13-го этажа. Четвертый этаж, как мне объясняла одна риэлтор-китаянка, она говорила о том, что four, как по-английски четвертый этаж, 14-й, 24-й этаж, все, что заканчивается вот на это. На четыре. На четыре. В китайском исполнении вот этот вот звук, он для них звучит как нечто связанное со смертью. То есть звучит это для них неприятно, нехорошо. А поскольку азиаты являются основными покупателями конда в квартир в Торонто, то строители просто решили простым путем пойти. Не будет четвертого этажа, не будет 14-го, не будет 24-го. Слеж, так и, подожди, пожалуйста, так и нумерации квартир, значит, нету, да? Да. Не только этажей, но и квартир таких нет. Знаете, это интересно довольно, когда я показываю квартиры, в некоторых зданиях вы идете, допустим, и написано, квартира 212-я, и вы рассчитываете на то, что следующая, по идее, должна быть 213-я, а не тут-то было. Да, там будет 215-я квартира, допустим, понимаете? То есть вот такая вот интересная вещь. Опять же, вначале мне как-то, когда я приехал, мне показалось, что это, ну, какая-то дурка, что ли, какая-то вот дурость. Ну, подумаешь, там какой-то 13-й этаж, ну, вы знаете, не подумаешь. Если вы покупаете квартиру, скажем, за полмиллиона долларов или за миллион, и вы готовы эти деньги заплатить, то вы находитесь в положении, когда вы, в принципе, можете предъявлять какие-то там требования и пожелания, правильно? И строитель говорит, ну, окей, хорошо, если тебя это останавливает, не будет 13-го этажа, не будет 4-го этажа или 24-го. Ну, замечательно, когда идут на такие желания. Да, вот опять же, не в критику будь сказанным, но мне кажется, что я еще работал риэлтором 5 лет до приезда в Канаду в Россию, я не очень себе представляю, чтобы у нас строительная организация пришла, сказала, вы знаете, давайте оформим так, что у нас 13-го этажа не будет. У нас бы, мне кажется, сказали, нет, вы знаете, так не пойдет, у нас должен быть 13-й этаж. А здесь страна и государство, и муниципальные органы, ну, если нужно пойти на встречу, ну, хорошо, мы пойдем на встречу, не будет у нас 4-го этажа. Сережа, ну, кстати говоря, я здесь вот не могла никак, как бы, понять, привыкнув к тем квартирам, откуда мы приехали, что там подъезды было, и в подъезде на этаже было 4, 5, 6 квартир, как бы, только, а здесь, в общем-то, от того, что другое строительство, вот это из монолитного бетона, да, то есть в центре идут лифты, обычно много лифтов сразу, вот, и потом идут такие большие длинные коридоры, и такая коридорная система. Немножко напоминает, что ты живешь в гостинице, да, идешь в свой номер гостиницы, на самом деле, идешь в свою квартиру. Ну, как-то круто. Мне даже это, наверное, напоминает общежитие. Знаете, вот мы когда учились в общежитии, вот была такая система, идешь по коридору, ну, кому что. Кому что, потому что, в зависимости от того, например, в какой сразу подъезд входишь. Если в подъезд входишь, hi, в подъезд, если входишь, и сразу тебя встречают, красивое фойе, да, там, security, вот, то чувствуешь, что ты попал в пятизвездочный отель сразу, да. А если, как бы, зачуханный немножко билдинг, тогда гостиница, тогда общежитие. Друзья, мы в Канаде, шла какая-то пожилая пара, здесь принято просто пойти, поздороваться, помахать рукой. В нашей деревне так принято. Так что не обращайте внимания, это совершенно нормально, нормальная обычная практика. Друзья, мы поделились с вами своими впечатлениями о том, что нас когда-то, много лет назад поразило в Канаде. Это, наверное, не все. Спасибо за то, что вы пишете комментарии под нашим видео, потому что многие ваши комментарии дают нам пищу для того, чтобы рассказать нам что-то в следующий раз. И нам будет интересно и в этот раз, что вы думаете по поводу того, что мы сказали. А всем остальным из вас спасибо большое за ваше внимание и ждем вас в наших следующих видео. Ребята, если вы нас смотрите первый раз, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте свой лайк и смотрите за Сережинами и моими иногда, так сказать, передачами. Да. Спасибо вам большое. И, кстати говоря, вы уже, наверное, привыкли к тому, что либо я один, либо мы с Наташей каждое воскресенье в 2 часа дня по Торонто мы делаем живой стрим, такой прямой эфир, что называется, без бумажек, без записок. Вот просто садимся и вживую разговариваем. Сегодня было очень интересно, кстати, у Сережи эфир с одним яксменом, который путешествует, и сейчас он доехал до... Из Франции через весь океан по всему миру и двигается в сторону Канады. Был очень интересный эфир. Если вы хотите себя предложить в качестве гостя, у вас есть какая-то очень интересная судьба, очень интересная какая-то история связана, может быть, вы знаете кого-то из людей, кто обладает какой-то очень интересной такой историей, поделитесь с нами, мы с удовольствием с вами поговорим. Спасибо большое. Пока. До свидания. Пока. Увидимся.